Артём Михайлович Тарасов 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 не обманывает прозрачной, имеет все шансы стать успешным, и когда он станет успешным, тетя Клава будет всю жизнь получать дивиденды, опять это слово нехорошее, ну проценты от этого проекта, от своего вложения. И тетя Клава последняя должна иметь возможность в любую секунду взять эту долю и выкинуть, и продать. То есть забрать обратно свои деньги. Обрать свои деньги, но не только свои деньги. Если проект будет двигаться успешно, ее доля будет дорожать все время. Мы придумали такой механизм, который состоит из всех этих составных частей, и готовы это сделать. Ну как? Первое, что нужно сделать, нужно, чтобы все люди услышали о такой возможности. Вот в интернет ходят люди, смотрят, слушают, не доверяют. Ничего. Но чтобы они услышали, нужно, конечно, появиться в телевизоре. И я вот 6 лет пытаюсь запустить программу на всероссийском телевидении, которое бы показывало каждую неделю возможности, куда можно вложить деньги, говорило о тех рисках, которые вас ждут, реальные. И человек бы сам имел возможность решить не моментально, а в течение двух месяцев выйти на какой-то сайт, в интернет, на ресурс, закачать справки, бизнес-планы, советы экспертов, думать два месяца. Если он вложит эти деньги в конце двух месяцев, он получает долю проекта. Например, там, один процент или полпроцента. Ну, зависит от общего объема необходимого, и сколько он инвестирует. Да. Итак, я говорю, что 6 лет назад я это придумал. Я же передачу. 4 года я не мог даже двинуться к этому, потому что отсутствовал закон. И вдруг появляется закон Российской Федерации, который легально позволяет это делать. Это 335 закон, подписанный еще Медведевым, вступивший в силу 1 января 2012 года. С 1 января 2012 года это законно. Собраться людям, организовать инвестиционное товарищество, 335 ФЗ, и необложенными налогами, не открывая никаких дополнительных юридических лиц. Просто собраться, вложить деньги на определенный счет в банки и получить за это долю. То есть это народный капитал. Мы так его и назвали. Народный капитал, позволяющий маленькими долями участвовать в успешных проектах, ну, хоть всему населению. Всем 140 миллионов. Да, благо технологии теперь. Технологии есть, закон есть. Все, теперь нужен канал, который бы нас принял. Мы сняли, да, пилотный проект, но он не очень удачный. Мы снимали его для первого канала. Первый канал испугался. Как это собирать деньги? Да что вы? Вы куда нас тащите, Артем Михайлович? А вот куда я тащу? Я теперь расскажу. Мы не просто собираем деньги. Мы делаем людям целый набор гарантий. Ну, во-первых, мы показываем проект, который частично финансирован государством. Сначала мы будем отбирать проекты, в основном, те, которые в государство уже вложилось. Они частично уже обеспечены деньгами, понятно, куда они двигаются. И мы начинаем быть партнерами государства. Это первая гарантия. Второе. Я договорился с реальной страховой компанией, которая каждому, каждой тете Клаве, которая переведет свои 10 тысяч рублей, выдаст специальную бумагу страховой полис. От чего? От воровства и нецелевого использования. Потому что все, что мы будем делать, будет абсолютно прозрачно. Это вторая гарантия. Третье. Мы будем собирать на каждый проект уже обусловленную сумму, которую мы скажем. Мы не МММ, который говорил, дайте нам деньги, мы что-то с ними будем делать, не ваше дело. И вам будем платить и платить. А потом убежим или я не знаю. Нет, мы говорим, есть проект, мы хотим выпустить вот изделие. В этот продукт государство уже вложило 50 миллионов. Нам нужно брать еще немножко, чтобы он запустился. Стоимость такая-то. Мы собираем деньги, вы видите, куда мы их вкладываем. Это третье. Четвертое. Мы говорим, не спешите, увидев это по телевизору, сразу бежать в сберкассу, класть деньги. У вас есть два месяца думать. За два месяца обратитесь на сайт, вот на simex.bz, например, на этот сайт, где вы будете вывешивать отдельные страницы каждый раз, каждый новый проект. И запросите там все. И мнение специалистов, и все цифры, и все прочее. Убедитесь. И что самое интересное, Сергей, мы идем по тому же принципу, по которому существуют сегодня все эти краудфандинги и краудинвестменты. Если мы за два месяца не набрали нужную сумму, допустим, из 20 миллионов требуемых набрали 19 миллионов 999 тысяч. Вот не набрали одну тысячу даже. Значит, все деньги, которые были переведены, возвращаются людям, которые их перевели, с процентами банковскими за то время, пока они лежали. Да? Это еще одна гарантия. Дальше. Что происходит дальше? Вот мы собрали деньги, и пришел некий изобретатель какой-нибудь, от Чубайса, я не знаю, еще от кого, и говорит, я теперь на эти деньги, ребята, все сделаю. Самая большая глупость будет отдать ему деньги. Он купит шубу жене, два Мерседеса, хотя, конечно, страховая компания не даст ему истратить, но распилит как-то и уедет, и бросит свой проект. Поэтому мы заведомо договариваемся, денег мы ему не даем, мы берем этот проект, берем деньги, которые мы собрали, и идем на завод, который похожую продукцию уже выпускает, не обязательно в России, тот же Китай, куда хотите, в Америку. У нас есть деньги, у нас есть проект, мы кладем этот на завод проект, кладем ему деньги, говорим, выпускай, мы собрали деньги у населения, у нас ответственность. И кроме того, мы продали 20% населению, а у нас еще 80%, вот тебе еще завод дорогой, 20% мы тебе дарим, только выпускай продукцию, сам будешь заинтересован, чтобы она быстро вышла на рынок. Ну, чтобы ты прям участвовал. И дальше, это еще не все, что дальше за этим стоит, а за этим стоит следующее, тетя Клава, увидев, что мы запустили уже завод, поставили станки, начали выпускать, у нее есть проблема, она хочет вернуть свои деньги, она не хочет дальше ждать, целый год. Так вот, мы каждый раз, на каждом новом этапе объявляем рост этой суммы, и мы говорим, тетя Клава, ваша сумма уже 20 тысяч. Если вы сегодня, через там два месяца, мы набрали деньги, она уже 20 тысяч, потому что мы с удовольствием у вас выкупим вашу акцию за 20 тысяч, потому что мы уже убедились в том, что проект уже пошел, что это будет прибыльное. И у нас есть специальная виртуальная биржа, куда она просто, очень простым способом, заводит предложение о продаже своей доли и получает деньги. Ну, а вторичные торги, это не знаю. Вот этот механизм, который, ну, Путин не озвучил, потому что ему никто не озвучил, да, который реально расшевелит Россию. Те люди, вот о которых вы говорили, Сергей, которые меня помнят еще с того времени, с кооперативного, да, они помнят, как вдруг, взрывным с характером в России пошла вот эта кооперация, которая привела фактически к смене, ну, не знаю, общественного строя. Мы плановую экономику заменили на рыночную за счет того, что народ пошел в эту кооперацию. Я помню эти все цифры, мы начинали, мой кооператив был номер 10. Потом мы нашли механизмы, запустили это в жизнь и через год было 300 тысяч, 5 миллионов работающих. Через год. Вот то же самое я хочу сейчас сделать, потому что наша предложенная программа, она решает главную задачу страны, о которой все говорят, наше правительство говорит постоянно. Запуск малого и среднего бизнеса, но куда ему идти? К олигархам? Нет. В банк их не пускают. Идти в бюджет пытаться получить? Ну, кто же их туда пустит? Так вот, приходите к нам, показывайте ваши чудесные проекты. Мы вам найдем деньги под проекты. Мы за счет ваших проектов сделаем богаче всех людей, кто будет участвовать. Вы явно не какие-то воры обманщики, мошенники, мы вас проверили, вы не воруете деньги и мы вам не дадим их украсть. Мы эти деньги вместе с вами вложим на завод, который способен реализовать ваш проект. Вы будете счастливы. Удивительное дело, Сергей, когда я об этом думаю, я сам удивляюсь. В этой схеме никто ничего не теряет. Вот обычно кто-то же теряет, кто-то находит. Ломоносов, да, еще, по-моему, придумал. Где чего будет, там чего-то прибудет. Но на самом деле в этой ситуации никто не теряет. Государство избавляется от угрозы гиперинфляции. Понимаете? Люди за свои 10 тысяч, они начинают их расти. Они у них в тумбочке лежат и растут. Понимаете? Фактически. Дальше. Мы процветаем, потому что мы выпускаем нужные товары. Когда мы даем деньги на проект, это же без инфляции, это появляется новый товар. Мы никаким образом... Новые деньги не появляются. Новые деньги не появляются. Появляются новые товары. Мы решаем вопросы импортозамещения. Как его сегодня решить эти вопросы? Это просто слова-словеса. А здесь, пожалуйста, любой проект по импортозамещению. Даже социальные проекты. Тем самым мы сможем дальше двигаться. Когда люди будут богатеть, у них будет потребность, благотворительность. Пожалуйста. Мы будем точно так же делать проекты и социального плана. Помощи детям, бесплатному образованию, новым лекарствам. Вы не представляете, Сергей. Я генеральный директор Института инноваций. У меня такое количество сегодня проектов. Это те люди, которые не уехали из страны. Это гениальные совершенно изобретатели. Они изобрели совершенно удивительную продукцию, в которой нуждается весь мир. Но им некуда идти. Когда они приходят к олигарху и говорят, вот у нас, смотрите, что есть. Олигарх говорит, да нет, у меня все хорошо. У меня там эта вышка, она пока еще качает. Нефть еще пока 40. А что я буду туда вкладывать? Я не знаю. Это что? Не надо мне. Или глаза не понравились. Или костюмчик не понравился. Олигарх сам лично принимает решение. Тогда они идут в банк. Банк говорит, ну хорошо, 17-18% и заложи свое имущество, дом, квартиру, машину. И будет мало. Да. А плюс этот человек еще и не предприниматель. Людям некуда деваться. И дальше, даже если он занял деньги в банке каким-то чудом, рискнул, он скорее всего пролетит. У него нет менеджеров, у него нет управленцев, у него нет опыта. Он не может с этими деньгами ничего сделать. Понимаешь? Ну да, не запретать. Если мы сделаем эту программу, мы запустим еще раз на витке истории такой же бум, как кооперативы мы запустили в свое время. Я причастен был к этому. У нас получилось. Совсем другими принципами. Но здесь это тоже получится. Страна перейдет на совершенно другую экономику. На ту, которая даст нам стабильность при любом кризисе. Мы не просто будем обеспечивать себя, народ. Наш народ начнет богатеть. Я просто приведу пример ненавистной нам сегодня Америки. В Америке 60 миллионов частных инвесторов. Инвесторы, пришлось сказать. 60 миллионов человек в Америке вкладывают со своей зарплаты часть денег в экономику страны, которая процветает и дает им обратно в 2, в 3, в 4, в 5, а то и в больше раз. Ну, например, хочу привести пример. Все знают Microsoft. Microsoft, Билл Гейтс, Майкрософт всем людям, которые поступают к нему на работу, дает очень маленькую зарплату, но дают акции по специальной льготной цене. Тот, кто купил одну акцию Майкрософта за 1000 долларов в начале его пути, сегодня стоимость ее увеличилась в 6500 раз. Если ты положил 1000 долларов там 10 лет назад, у тебя на счету уже 6 миллионов 500 тысяч долларов. Там огромное количество миллионеров. Все, кто начинал в Microsoft, все мультимиллионеры. Почему эта компания стоит столько денег? Каждый год эта сумма, эта стоимость этой компании растет, растет ваше вложение. Деньги работают на человека. Да, не просто так выпускают ценовой пузырь. А вот сейчас просто обратиться к людям. У кого из вас есть акции? ценные бумаги. Ну, поднимите руку, да. Ну, аж 200 тысяч поднимет из 140 миллионов. Поэтому у нас страна такая в таком положении. Мы не можем жить с экономикой рыночной, где в рынке не участвует никто, кроме купи-продай и спекуляции. Просто рыночная экономика в США настала там уже более 200 лет назад, поэтому институты сформировались. Но она сформировалась, потому что правильный посыл был, потому что наконец Путин, слава Богу, вдруг произнес слова совершенно непонятные, как вы говорите, банкам, этим самым бюрократам. Это как это? А население? Что это за? Отнимут последние деньги? Не отнимут, ребята, а удвоят, утроют, чтобы вы были богатые, потому что богатство людей в нашей стране и есть стопроцентная гарантия, что сохранится наша страна, что экономика выплывет, выживет и поднимется, и начнется вот этот самый бум. Сегодня китайцы все сидят на биржах у себя, но мы не гоним вас на бирже, смотрите нашу программу, я думаю, что с Божьей помощью мы появимся на одном из всероссийских каналов. Каждую неделю я хочу, собираюсь показывать новый проект, при этом мы откроем колл-центры, при этом мы откроем отделение по нашим регионам, где то же самое, на том же принципе будут собираться эти проекты. И я думаю, что эта программа запустит в том числе интернет-финансирование, потому что которому сегодня нет доверия. Потому что мы изначально не хотим ничего украсть, мы хотим людей сделать богаче, чтобы наша страна процветала. Больше ничего. Это из формата недоверия к интернету. Раньше, помните, когда интернет-магазины появились, все люди боялись покупать интернет-магазин, я куда-то отправлю кому-то, а сейчас действительно привыкли, что в ларьке купить, что в интернет-магазине. Видишь, магазин, опять это магазин, который, к сожалению, создает деньги у владельцев магазинов, которые несут их домой и кладут в тумбочку. Вот что происходит. Часть они опять перекупывают новые товары, а часть кладут в тумбочку. И вот эта тумбочка у них... Хорошо, если ты спишь, прости, на долларах, вот доллары растут. А если ты спишь на матрасе, набитом там пятитысячными рублевками, даже сто рублевками, тебе плохо. Ну да, мало кто понимает тот принцип, что деньги, только тогда деньги, когда они движутся, ну то есть в движении, просто лежачие, это бумага. И мало кто понимает, что действительно инфляция там сжирает порядка 30% в год, то есть когда у тебя просто лежит 100 тысяч рублей, то через год считаете их 70. 70, правильно, еще через год, да, правильно. Но самое еще противное, что у нас в нашей стране, к сожалению, вот эту хорошую идею вовлечения людей в... Испоганили. Испоганили тем, что появились все эти пирамиды, МММ и все прочее. Я просто знаю, Мавроди лично, например, я знаю этих ребят. Сейчас они там успешно это делают в Китае, в Индии и все прочее. Но это же... Я же помню, как 5 грузовиков, набитых деньгами, стояли у ворот, не открыли ворота, 5 КАМАЗов пришли с деньгами в МММ. Пока не открыли брезент и не посмотрели, что все грузовики набиты деньгами, купюрами. Ну вот разве так можно? Здесь совершенно другая система. Гарантийное обязательство, которое дает каждому из людей за то, что у него не украдут и используют правильно деньги, страховая компания. На каком принципе мы договорились? Полный контроль движения денег по счету, по счетам. Контроль будет у нас страховой компанией, а еще лучше, если счетная палата. Вот счетная палата что там проверяет, находит, шумит об этом и все исчезает в России. Вот я предлагаю платную работу счетной палате, нашей платной, небесплатную. Пусть она контролирует все эти народные проекты и несет ответственность и показывает людям, чтобы он зашел на сайт, кстати, и посмотрел движение этого проекта, как растут его деньги, как растут акции. Это легко сегодня сделать. Сергей. Если желаете, я вам расскажу. Мы сейчас устанавливаем партнерство с Айбанком и там есть такая функция, допустим, Я проект, который просит инвестиции. У меня есть счет. Я могу с этим счетом открывать, переводить кому-то оплату, принимать платежи. У меня, допустим, сто инвесторов, тысячи инвесторов. Я могу указать банк, то есть полностью электронный, типа Тинькофф. И я могу указать телефонные номера своих инвесторов, и они получат доступ к наблюдению за моим счетом. То есть, они операции делать не могут, а смотреть за всеми приходами и уходами. Это вот прямо сейчас реализовано. Вот, Сереж, я очень рад, что вы реализовали эту функцию, но мне этого мало и людям этого мало, потому что банки у нас схлопываются, как вообще, я не знаю, воздушные. Поэтому вот за нашей программой должен стоять банк, который не схлопнется, ВТБ, ВЭБ, Сбербанк. Сейчас новый открылся банк, и у меня большие очень как бы надежды на банксвязь, который вот будет во всех почтовых отделениях всего, всей России. Понимаешь, этот банк может стоять за спиной, как гарант, а дальше можно пользоваться интернет-банком, можно слепить из них партнерство, потому что то, что делает интернет-банк, может быть, Сбербанк и не будет возиться с такой мелочью, да? Понимаешь? И вот я хочу это сделать. Если за этими, за нашей системой станет структура и поддержка правительства, без этого вообще мне двигаться не получается. Почему я 6 лет топчусь на месте? Ну, потому что сначала не было закона, а потом я не могу пробиться за одобрением правительства. Слава Богу, меня начинают вдруг слышать и как прямо манно-небесные слова президента вдруг падают сверху. Да, я тоже сначала не поверил. Я не поверил своим ушам, но значит это правильно, значит до этого дошли люди, но только одно не могут понять, что вот эти облигации это не выход, это то же самое, что переложить деньги из одного кармана государства в другой, а нужно задействовать деньги у людей, которые страдают от этого, иначе можно попасть в ужасное положение. Вот сейчас будут опять там какие-то кризисы мировые и все прочее, люди просто бросятся на рынок выкупать все. Сегодня 6 триллионов 300 миллиардов хватит для того, чтобы купить все, просто все, и будет ноль. Я жил в такой стране, я помню 90-е годы, начало, 80-е, где стояла банка с кабачковой икрой во всех продовольственных магазинах, когда колбаса появлялась, очередь была 500 человек, по записи на руках, за колбасой. Вот к этому мы можем прийти, потому что это страшная вот эта подушка, которая сегодня у населения, пока без движения, но кто им запретит двинуть это все вдруг на экономику, на нашу. Да, это вот как будто кровь застаялась в каком-то органе и вот... Тромб, абсолютно правильно, абсолютно. И этот тромб, он вызван бюрократами, он вызван непониманием, простым непониманием, что страну нельзя сдвинуть за счет государственного бюджета банковских денег, которые они сами зарабатывают, а не коммерчески, они никуда их не дадут. Они без выгоды для себя никуда не дадут. Да, а это значит, что теряешь, теряешь, теряешь. И третье там, что там, олигархи, ну олигархи, ну там покупают футбольные команды, там еще что-то. Сейчас им плохо стало всем, они все беднеют, там по миллиону долларов в день у них исчезает, их заставляют куда-то там платить. Конечно, они ни в какой нормальный проект рискованный не пойдут. Они будут держаться зубами за то, что у них есть и перекладывать деньги куда? Ну, они не кладут в тумбочку, они кладут в тумбочки те же самые, но только в Лондоне. Но все равно, выводя из нашей экономики средства, Америка только тем и существует, почему это первейшая экономика мира, потому что 60 миллионов американцев, учителей, врачей, домохозяек участвуют в экономике. Любой проект поднять просто запросто, ты только предложи идею, тебе помогут его запустить. У нас вот у меня есть банкир, там товарищ такой хороший, он рассказывает тут в Америке, нет такого понятия, не хватает денег. Конечно, не хватает проектов, не хватает идей, правильно, а у нас полно. Это вот настолько тяжело принять и понять, ну как, то есть вот нету такого понятия, дефицит денег, нету денег, то есть там... Все правда. Это даже не хваля Америку, на самом деле, это так во многих странах. Я много лет прожил в Лондоне, я 8 лет там работал. Там в Лондоне есть тоже сайты, там прямо написано, мы рассматриваем любые проекты, начиная от 10 тысяч фунтов стерлингов до 50 тысяч. И тут же следом объявления, рассматриваем любые проекты от 10 миллиардов до 20 миллиардов. И вот между ними любая сумма денег, огромное количество, это называется Ассоциация Венчурных Инвесторов Лондона. Все, что тебя просят там, мы вас умоляем, не пишите нам планы по 200 страниц, нет времени читать. Напишите вашу идею на полторы странички, мы примем решение, мы вам тут же дадим деньги. Да, конечно, будем контролировать, как вы их тратите, чтобы вы их просто не украли. И, конечно, будем дадим деньги. И как только вы начнете расти, мы нашу долю продадим на рынке, получим свои обратно деньги, получим прибыль. Это так работает венчурный капитал, о котором сейчас говорят, но в России-то его нету реально. Да, вроде как есть какие-то фонды, но они что-то... Сегодня стыдно считается, даже средние компании на Западе, если у тебя нет венчурного департамента или венчурного капитала, если ты не привлекаешь новые проекты. Ну, есть какой-нибудь, я не знаю, венчурный фонд у Газпрома, чем он занимается. Вот даже для таких фондов, что мы предлагаем? Вот смотри, допустим, есть сегодня очень хорошее министерство торговли и промышленности, Мантуров руководит. Там 1200 проектов, 1200 на рассмотрении. Допустим, они отбирают сегодня 100 проектов, но больше они не тянут, даже там, даже бюджетными деньгами. Мы приходим туда и говорим, ребята, вы отобрали проект? Отобрали. Вы 100 миллионов готовы дать на этот проект? Готовы. Дайте 10. Как 10? А 90 мы возьмем от людей, мы людям отдадим. Вы только 10 дайте. У вас сколько освободится? 90. Пустите еще 9 проектов. Не 100, а 900. Понимаешь, что творится? Это ком. Точно так же мы можем идти в Сбербанк, в Сколково, да куда угодно. Они не могут все проекты сегодня отфинансировать. Они выкидывают за борт потрясающие вещи. Люди ходят ко мне, приходят в наш институт. А на мае что могу сделать? Ну да. Понимаешь? И вот это тоже новая часть. Ну и мне кажется, что те люди, которые это осуществят, те люди, которые поддержат, я думаю, что Путин на следующий год в Кремле должен им ордена раздать. Ну потому что они действительно не просто спасут экономику, они ее поставят на совершенно новый тренд. Парадигма, да, совсем другая. Новый тренд. Сейчас она падает, а там она будет расти. Это вот, когда мы были в Минске, там банк, один из крупнейших банков Белоруссии, Белгазпромбанк, вот этот тренд заметил и очень активно сейчас его развивают. И вот как раз про смену парадигмы, про смену вот этого институционального отношения к деньгам и так далее, к взаимодействиям, к связям. Здесь должна быть смена мышления человеческого, потому что, к сожалению, эти люди, ну, привыкли запастись чем-то там на какой-то черный день, а сейчас это не работает, у нас другая экономика, понимаете? К сожалению. Или к счастью. Ну как угодно. Я не тоскую, на самом деле, по тем временам, кооперативным, когда мы просто жили всем этим. Мы работали по 20 часов в день. И мы добивались успеха. И поэтому я и стал миллионером и все прочее. Мы же не украли ничего. Поэтому я никогда не сидел ни в тюрьме, ни был под следствием, ничего не было. Поэтому, мне кажется, что это путь для России один-единственный, что вот слава Богу, что это подушка, деньгами. Ведь 6 триллионов 300 миллиардов в рублях. А ведь еще сумма, какая лежит в долларах и евро, никто же не знает. Это не посчитаешь, сколько ее везли, сколько ее положили. Это может быть еще 6 триллионов. Значит, 12 триллионов есть свободных денег в экономике России. Да мы что, ребята? Не используем. Не используем их. Больше того, опасных для экономики. Ну да. И опасных для людей, которые теряют. Просто вот эта вот прибивка в виде пирамид, она, знаете, как была как будто вредная. Вот ее привили, теперь все люди боятся связываться с уважением. Ну у нас масса вещей. У нас такие понятия, как демократия, уже плохое. А демократия, это власть народа. Демо, власть, каракратия. То есть, понимаешь, даже такие термины, если они теперь стали как бы отрицательными, скоро будет импортозамещение гадостью. Потому что на этом наворуют денег, напилят бюджетов, а реально ничего не заместят. Понимаешь, вот к сожалению, вот эти вещи быстро очень теряются. Но люди должны понимать, что всегда есть криминальное решение, да, есть нормальное. Но нельзя всех пересажать в тюрьму за счет того, что вот там в банке вот сейчас они хлопают. на самом деле, понимаешь, вот сегодня что делается в России, вот мое мнение, я не критикую правительство, объясню почему. Ну вот в условиях, когда есть санкции, кризис, падение цен на сырье, ну все что угодно, вот отсутствие малого и среднего бизнеса и вообще идеи, как его запустить. Что делать правительство? Правительство вынуждено концентрировать все оставшееся хоть в своих каких-то руках. Вот они закрывают банки, чтобы к деньгам какой-то был контроль над ними. Они пытаются обложить налогом, а как еще иначе? Они не видят другого пути заработка. А здесь ведь, когда мы запустим эти малые и средние предприятия, мы кого запускаем? Налогоплательщика. Рабочие места. У нас же не только даже рабочие места, это понятно уже, что люди могут, но эти компании, запущенные с помощью денег тети Клавы, ей принесут деньги и правительству принесут, потому что они будут платить налоги, они все будут открыты. Ведь мы, это ком, который надо сдвинуть, и он покатится. И покатится в виде чуда экономического, российского, которое на наших мозгах, вот на тех того, что избытки этих проектов огромное количество, которые не профинансированы, не имеют денег, не могут ничего сделать. Мы на этом просто можем подняться, другого ничего не нужно. Это будет народное движение, понимаешь, которое не сверху, ничего этого сверху навязать нельзя, Сергей. Это можно только убедить людей, не обманывая людей. Я буду пытаться это сделать. Я хочу с вашей помощью, с вашей разработкой в интернете попытаться это сделать. Мы будем сейчас пытаться это донести и до правительства. Хорошо, что вы пришли, хорошо, что вы сняли. Я не знаю, насколько мы сможем распространять этот ролик. Я думаю, сможем. Я просто хотел бы добавить еще пару вещей. Давай, давай, дальше говори. есть такой курс правительства на развитие малого и среднего бизнеса. Есть приказ Министерства экономического развития по развитию малого и среднего бизнеса. Есть всякие агентства, которые опять начали делать. Есть план программ, бюджеты на это заложены. И так получается, что мы на этих мероприятиях выступаем. И все они говорят о том, что платформа или среда или система, позволяющая встречаться обычным людям и инвесторам. Вот прям практически каждое мероприятие, где в каком бы городе ни было, городского или там другого масштаба, они все говорят, нужна среда, нужна площадка, нужна программа объединения мелких инвесторов. Любой человек, кто зарабатывает вот 10 тысяч рублей. Правильно. Который может тысячу рублей, если 10% от своей зарплаты, позволить. Вот закон, который я упомянул, позволяет это делать. Мы собираемся, называемся инвестиционным товариществом, 335 закон, и без открытия юридического лица выбираем себе любой проект. Телевидение позволяет показать этот проект, рассказать, какие гарантии мы вокруг него обеспечиваем для того, чтобы защитить человека, для чего, чтобы он поверил, что это так. И все, и нет проблем. И последнее, вот там, где вы выступаете, все эти фонды и все прочее. Ребята, скажи, почему вы выбрали этот проект, а не выбрали этот? Денег нет. Так дайте половину сюда, половину сюда, а другие половины мы придем. Вы два тогда внедрите. 200, 2000, сколько хотите. Хотите, например, передумать, в Красноярске, в Красноярске один из депутатов в рамках реализации этого проекта пошел чуть дальше, не просто форум провел, а дал там свой или может инвестиционный какой-то миллион и говорит, ребят, вот миллион и давайте устроим за него розыгрыш. Отскорили 70 проектов, из них, ну было 7 более-менее хороших и вот этот миллион, а и в этот миллион не хватит ни одному, ни второму, ни третьему. Ну, то есть, каждому нужно больше. И вот мы сделали как раз, как вы говорили, то есть, в этот миллион, этому 400, этому 400, этому 200, а остальное давайте разместим все у нас и мы доложим. То есть, получается, власть проинвестировала уже остальное, обычный народ. Правильно. Единственное, что вот плохо у нас в России, вот я бы мог и не выступать с этим, если бы мы были в стране, в которой интернет бы играл большую роль. Но вот это опять еще один менталитет, еще одна гадость, которую посеяли среди наших пользователей, что там масса обманщиков, масса аферистов, понимаешь? И все, и считается все. Вот только это. Когда опрос провели в степень доверия, откуда вы получаете информацию, 90% россиян сказали телевизор, не интернет. 93% москвичей сказали через телевизор. Тогда их спрашивают, ну а интернет у вас есть? Есть. Да что вы, говорят, интернет это социальная сеть, это имейл, что где купил, сколько стоит, и там это развлечение. То есть не новостное. Это не новостное, это несерьезно, понимаешь? Вот это беда. Поэтому, конечно, то, что вы сейчас рассказываете, это блестяще процветает за рубежом. Вот этот самый главный пример, который я никак не могу забыть, когда финская телевизионная компания собрала деньги на фильм о том, как фашисты улетели на Луну. Железные небеса, по-моему, называют. И что это собрало? Знаешь, сколько они собрали? 137 миллионов долларов. Это пожертвования людей, чтобы фильм сняли. Без копейки им возврата. 137 миллионов просто собрали долларов в эфире, в интернете. Сняли ужасную картину. Я ее сам видел. Ну, ничего там такого нет, чтобы ее снимали на деньги людей. Понимаешь? А краудинвестмент, вот где уже вот эти... Возмездно. Это вот только вы начали, кстати, в России. Я не видел другого еще места, такое, что вы. Но вам так же тяжело, потому что пососедние собирают на какую-то чепуху. Тут же обманывают людей, тут же собирают деньги, закрываются. Понимаешь? Поэтому телевизор для людей сегодня российских нужен телевизор в симбиозе с вами. Я бы очень хотел, чтобы мы каждую программу, о которой мы делали, о любом проекте, показывали 39-40 минут, больше не дадут на телевидении. Но два часа шла бы она у вас на сайте, где можно было бы полностью понять, какие вопросы телезрители задают. Зрители. Как на них отвечают? Как убеждают? Пока человек не убедился, пока он не поверил в то, что мы предлагаем, он не будет переводить даже 10 тысяч рублей. Но поверят люди очень быстро, потому что пойдет слух, что вот я перевел, и меня не обманули, ребята. Мы уже пользуемся, мы уже покупаем молотки отечественные, выпущенные в России. Вот я участник этого. С каждого молотка, который стоит 100 рублей, у меня свои 2 рубля. Классно, продавайте. Понимаешь, что творится? Вот я про это говорю. И я хочу очень это сделать, и рад, что я нашел единомышленников, молодых людей. Я человек 20 века. Будем так говорить, в 20 веке мне исполнилось аж 50 лет. 50 лет я прожил в 20 веке. Поэтому, как ты понимаешь, 21-е это новая для меня жизнь. Хотя я жить буду долго. Я хочу это сделать и уйти на пенсию. Рыбу ловить, и все. Просто люди у нас еще не привыкли, что действительно, когда, вернее, не понимают, что когда ты в какой-то проект, который созидает, но производит, даешь средства, средства не исчезают, а появляется еще и продукт. То есть, в этой системе и деньги остались, и продукт появился. Правильно. И что еще удивительно, что денег еще и больше может стать за счет надбавочной стоимости. Больше стоит, потому что в каждом продукте имеешь свою долю. Но дальше ты не хочешь ждать. Тогда у тебя с удовольствием купят те же люди, потому что они уже начали выпускать, они сами не рисковали. Рисков нет. Но вытащив деньги, часть ты положил опять куда? Не знаю, в семью. Купил там жене все, что угодно, машину, дом построил, а часть осталась. И ты пошел в новый проект, потому что убедился, что это работает. Вот этот существует. Вот у меня есть друг один, Дэвид. Дэвид, я прям баркер, фамилия его. Живет он в Англии, в Лондоне, где я 8 лет жил. Я говорю, Дэвид, вот чего ты все время бездельничаешь с женой, ездишь по всему миру. У тебя там дома, виллы, Роллс-Ройсы. Ты вообще что делаешь, Дэвид? А я, говорит, ничего не делаю. У меня, говорит, в 100 проектах я имею по маленькой доле. Я купил 100 долей в 100 проектах английских. И я, говорит, купил. У меня есть доля в стадионе Уэмбли. В Эбилдоне у меня, говорит, доля. У меня, говорит, есть в проливе под Ла-Маншем маленькая доля. У меня, говорит, везде. Вот что новое уходит, я сразу пытаюсь купить. В конце года я смотрю, что со мной стало. Мы с женой смотрим. 50 проектов в минус сработали. Не стали еще. Но ничего. 20 проектов в ноль. А 30 дали двойную цену. Я в выигрыше. Я опять получил деньги. Мы с ней, мы тратим в год сколько-то миллионов. А остальные деньги я покупаю новые доли. И я расту. Когда я хочу продам. Мне не понравился Ла-Маншем, под Ла-Маншем этот пролив. Ну и продал его. Они же на рынке ведь торгуются. Я могу в любую секунду все мои, все вещи мои снова в огромный капитал превратить. Я прекрасно живу. Зачем мне работать? Я увлекаюсь живописью. Я там, не знаю, помогаю детям играть. Там он субсидирует какие-то ансамбли еще детские. Понимаешь, ему ничего не нужно в жизни. Знаете, в чем здесь вот, наверное, сложность? Вот я хочу таких Дэвидов поселить в России. Огромное количество. Сергей. Сложность в чем здесь? Есть некое такое правило базовое инвестиционное. 10% от дохода ну в какой-то актив. Да, да. Хотя бы так, да. Рисковый, не рисковый. А у нас, знаете, в чем? Как вот возражение основное, которое нам говорят. Слушайте, ну я зарабатываю 20 тысяч рублей. Вот 2 тысячи рублей. Есть ли, куда мне их деть, кроме как никуда? Ну, кроме как в пирамиду или куда-то. Я тебе сейчас скажу, как мы будем действовать. И раньше инструмента не было. Вот инструмент, он сейчас тоже мы должны бы создать, Сергей. Там в этом, в этом нашем законе, нет, в законе, который я упоминаю, 335 ФСЗ, как все законы, прости, российские, они ущербны. Ну, я сам законодатель, я дважды был депутатом, и в Госдуме был. То есть, ну, законы пишут, пишут неграмотные люди, не понимая, как их внедрять. Там ущербность в чем? Там написано, товарищество может быть организовано в составе 50 членов. 50 членов, значит, но юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Соответственно, 50 членов не могут по миллиону сброситься, если тебе всего 50 миллионов нужно, чтобы запустить. По 10 тысяч ты не наберешь никакие деньги, понимаешь? Но там, слава Богу, как во всех наших законах, есть легальный выход из этих законов. Мы должны сформировать специальные фонды, которые будут единицей, но фонд этот может продавать по 2 тысячи каждую бумажку. И коллективно собираться и стать коллективным членом. Я вот этого хочу. Но где этот фонд должен создаться? В Сбербанке, чтобы люди знали, что... Или вот в банке связь. Я очень хочу с ними познакомиться. Что есть гарантия? Я хочу с этими людьми познакомиться. Я узнал фамилию. Руденко есть такой, который генеральный директор этого банка. Это как бы в пику создается, ну, как конкурент Сбербанка. Там открытие еще есть, банк большой, но это тоже опасно. А вдруг его открытие раз и закроют. Понимаешь? Открытие закроют. Запросто. Поэтому вот нужно такой полугосударственный с поддержкой. При них сделать фонды. И человек с 2 тысячами, да, он не может купить долю, которая стоит миллион, но он покупает 2 тысячи от этого миллиона. Все равно все распределение пойдет по этим людям, участникам. Да, потом распределение фонда, фонд распределение. Фонд будет ответственный с управляющей компанией, конечно. Здесь целое, конечно, здесь целое комплексное решение. Так просто это не решается. Но все вот эти звенья, о которых я говорю, они созданы, они есть. В том числе и вы есть. Есть сайт уже готовый, на котором это можно делать. Со всеми лицензиями, со всеми делами. Есть биржа, это виртуальная, куда можно выкинуть в любой момент свою долю. Представляешь? Это все есть. Есть управляющие компании, которые с огромным удовольствием пойти вот в фонды. За то вот время, которое прошло с момента нашего знакомства, вы, наверное, нельзя не следили, у нас успешно привлекли инвестиции еще шесть проектов. Видел, видел я ваши проекты. И мы открыли порядка 50 представителей по России. Слава Богу. Я знаю вашу деятельность, я знаю вашу молодую компанию, команду, и понимаю, что вы не пришли обогатиться за счет людей. Вот что самое главное. Ну вот умные люди мне посоветовали путь, как вот эту идею все-таки реализовать. Без помощи правительства, без того, чтобы меня поддержала власть, не получится. Ни канала мы не получим, ни поддержки. Денег не нужно совершенно, только нужна поддержка. И мы сейчас готовим так называемое общественное обращение. Мы его написали. И под этим обращением я буду пытаться поставить подписи людей, которые вызывают доверие, которым есть отличные отношения в обществе. Ну вот, например, академик Бвелихов, он согласился подписать, академик Аганбегиан. Вот неожиданно меня поддержал департамент московского правительства, московской государственной думы Герасимов. Это департамент культуры и средств коммуникации, и вот как раз то, что нужно, и медиа. Ну да. Да, значит, меня, безусловно, поддержат мои депутаты, с которыми я когда-то был в Госдуме, у меня еще остались друзья, и так далее. Вот мы соберем огромное количество подписей, и я думаю, что мы обратимся в первую очередь в Министерство промышленности и торговли, в которое вот эти 1200 проектов на рассмотрение и на разрыв, и это сегодня поддержано обществом. Мы, конечно, привлечем АСИА, это самое агентство стратегических инвестиций, инициатив, еще другие. И вот Сколково, Чубайес, ради бога, если они подпишут это обращение, дальше мы должны его положить на стол Медведеву. Если это получится, значит, все, мы сможем сработать. Я рассчитываю, что вот этот путь правильный, мне люди подсказали, текст мы написали, вы буквально с самого начала, и там, подпись номер два, пожалуйста, потому что текст номер один, это моя, вы можете уже поставить под этим обращение. С удовольствием, а вот у нас, допустим, там большое количество наших, как сказать, инвесторов, потенциальных Пусть они подписываются. Я думаю, что мы сделаем два списка. Один список вот там выдающихся всяких, которые влияют, влияют, ну нет, но влияют, которые просто, это элита наша, политическая и экономическая. И запустить такую подписную кампанию просто у вас легко, в интернете. У меня там в Фейсбуке пять тысяч друзей, ну везде, где возможно, в Твиттерах размещу. По всяким сайтам. И мы соберем вообще количество. Я уже тут пытался одну петицию запускал, 107 тысяч набрал в подписи. Но, к сожалению, петиции у нас никуда не выходят. Это опять инициатива снизу, не поддержанная правительством. Понимаешь? А здесь обратный путь. Они, я согласился, здесь пускай это будет национальный проект, который, кстати, первый, единственный пока, который не требует денег и ничего не пилит. Еще и предлагает. Ничего не пилит и предлагает деньги стране. Национальный проект. Вот если у нас удастся, Сергей, то классно. Тогда давайте чуть-чуть расскажем зрителям. Вы говорите о поддержке бизнеса. Но бизнес есть разный. Вот мы начали с того, что поддержали малый и средний бизнес. Ну, это обычно небольшие. Какой-то магазин работает, какой-то бассейн, батутный центр. Вы же говорите о проектах отраслеобразующих, серьезных, технологических. Расскажите о вашем опыте, об этих проектах. Ну, может быть, пару примеров приведете. Нет, я готов, Сергей, об этом говорить часами, если не днями. Потому что проектов у нас вот в институте крутится 140, 180, ну, таких, действительно, которые заслуживают полного внимания. Ну, во-первых, сразу продолжите. Малый и средний бизнес, это тоже может быть открыт в тех сферах, в которых он будет, ну, какое-то время монополистом. Если он начнет выпускать что-то, ну, сейчас я пытаюсь запустить малый бизнес, мы ставим станки, мы будем выпускать пластыри лечебные. От чего? От аллергий, от 48, от гербиса, от подагры пластыри, да? Представляешь, там, это прекрасно, совершенно будет, никаких не нужно лекарств, инъекций, таблеток и так далее. Вот целый новый пласт. Вот те, кто начнут выпускать эти пластыри, они будут монопольны, когда до какого-то момента, пока китайцы не украдут идею. Но идея там спрятана, там в эти пластыри не имеют лекарства, они просто информационно человека лечат. То есть, малый и средний бизнес все равно может быть основан на технологиях, которые, которые сделают его успешным, которые позволят ему вылезти и вырасти очень быстро. Все-таки идея малого бизнеса всегда вырасти. Он начинает с малого, но потом открывает сети, например, да? Это тоже движение к росту. В России, как вот я могу заявить, совершенно ответственно, есть обалденные, сумасшедшие технологии в области медицины, лечения человека, продления возраста. Это первое большое направление нашего института. У нас есть лекарства от диабета, которые лечат диабет. не залечивают. Люди сползают, 15-20 лет болеющие. Обычная лекарства. У нас есть лекарства от рака. У нас есть просто стимулирующие всевозможные препараты, которые позволяют коллегам там и людям совершенно после операции реабилитироваться и стать нормальными людьми. У нас есть виртуальная гомеопатическая медицина, виртуальная, безлекарственная, которая позволяет воздействию на человека стимулировать излечение, самоизлечение болезней. Это вообще новая медицина. Я думаю, что тренд скоро в нашем веке уже, в новом, 21-м, лет через 10-15 практически не останется химической медициной, потому что химия калечит одно, а лечит другое. А здесь это просто воздействие на мозг, правильная концентрация мозга и запуск внутренних сил организма, иммунных систем позволяет уникальные вещи совершенно делать. Мы даже не представляем, на что способен наш мозг. И у нас есть система долголетия. Мы действительно продлеваем жизнь людям, мы меряем это все по крови. У нас целое количество сегодня пациентов, мы не можем это сделать, у нас нет клиники. Вот, пожалуйста, проект. Как только появятся клинические испытания, мы предложим это всем людям. Сегодня это делают только волонтеры и добровольцы. Вторая часть это энергетика. Ну вот я просто говорю, энергетика уникальная энергетика. Есть энергетика, которая просто позволяет пустить электрический ток за счет градиента температур, которые там находятся вверху и внизу. Просто вот ничего нету. Там холоднее, здесь теплее. И уже можно пустить ток. У нас есть графеновая энергетика. Графены это известная вещь, которую новосельцев там и геем получили Нобелевскую премию. Мы делаем уникальные вещи. Мы делаем графиновый листик, раскатываем его, он толщиной в один атом. Потом кладем мокрую тряпочку. Мокрую. И берем фен. И начинаем на него дуть горячим воздухом. От него проводок и амперметр показывают, что идет ток. Ну, например, вот вам энергетика. Из чего, откуда? Убрал, тепло конвертируется в электричество. Блестяще сожжено. У нас есть уникальные солнечные батареи. Ну, батареи сейчас везде есть. Но у нас есть единственный в мире накопитель. Солнечная батарея дает ток, пока есть свет, солнце. А ночью? А как ты это сохранишь? Вот представь себе, сейчас вот этот Маск знаменитый, да, Маск в Америке, он пытается в Неваде построить огромные солнечные батареи. Дикое количество, там сотни километров квадратных. Но у него нет накопителя. Отказалась сама его же компания закупать его батареи, его аккумуляторы, его трансформаторы. У нас есть такая батарея, которая помнит все, что ты накопил за день. И не убавляя мощности, дает это ночью. То есть круглогодичный, круглый цикл. Я могу рассказывать безумное количество вещей. У нас есть насос, который представляет собой стакан и трубу, и больше ничего. Но просто к этому стакану специально применяются нелинейные колебания, которые может рассчитать автор. Насос запускается, и в нем создается торнадо. И торнадо начинает сосать эту жидкость, чего хочешь, гудрон, нефть, там, не знаю, сапропель, грязь, и все это уходит в трубу. А поскольку нет ничего, не вращается, это не может ни забиться, ни остановиться. Потому что запусти. А если его повернуть вот так, и туда насыпать там, не знаю, руду, и опять пустить торнадо, то руда мелится до наноразмеров. Высыпается просто пудра, порошок. Можно так сделать муку в одну стадию. ну, можно, я не знаю, что делать. Мы семечки туда кидаем, и все семечки очистились. За одну секунду. Есть масса вещей, которые просто нужны всему миру. Летательные аппараты, я тоже хочу, масса у нас есть. Подводные аппараты, у нас есть, ну, менее сложные, там, допустим, двигатели, все мощные двигатели, дизели, все, мы готовы хоть завтра заменить на специальные маленькие электромоторы с конденсаторами, которые полностью убирают расход дизельного топлива, нефти, значит, выбросы в газов. У нас есть управление погодой, мы можем сделать дожди в пустынях. Реальные опыты, проведенные, доказанные, искусственную тень, ну, масса чего. У нас есть, в конце концов, пища, которая не генно-модифицированный продукт, а просто специальными бактериями превращается в пищу. Это не БАДы. Они потом перестают работать, но за 8 часов они делают пищу, из любого органики, из опилок, где содержится 36% белка, все витамины от В1 до В12 с воздуха. Люди не понимают, откуда. Фруктоза, глюкоза, лактоза. Это когда бактерии перерабатывают органику в нечто, что... Они вырабатывают то, что мы пищем. Да, мы смогли это сделать на улице, не в желудке, не в желудке человека. Понимаешь? Масса вещей. И вот эти люди, они, конечно, брошенные, кинутые, они герои, на мой взгляд, просто герои, потому что они это дело не бросают. Живут в проголоде, но не бросают. А те, которые бросили, огромное количество, которых надо вернуть в это. Кто-то уехал. Ну, я уже говорю, те, кто остались уже намертво, остались, вот не двигаясь. Их очень много. Но это все инновационные проекты, но мы можем говорить даже хотя бы в начале об этих импортозамещающих проектах, потому что это сегодня главное, чтобы появились те хотя бы продукты, чтобы мы были независимы. Ну, вот сельское хозяйство сегодня, все его хвалят, оно там развивается, все прекрасно. Ну, объединяясь в огромные эти снова колхозы и совхозы, я не думаю, что это правильный путь. Если вокруг нет, много нет фермерских всевозможных. А сегодня литр молока стоит дешевле литра бензина. Значит, есть молочные стада, которых доят, и молоко сливают в реки, потому что его дорого довезти до города, село столько выпить не может, а не доить коров нельзя. Понимаешь? И вот несколько тонн молока я прям видел этого человека, сливающегося в реки, потому что он говорит, ну, а как я оплачу бензин на дороге? Вот если бы мне поставить маленький молочный заводик, я бы сыр выпускал. А мы, когда начали заниматься этой деятельностью, все развивалось хорошо, но со временем, когда мы стали заметны достаточно, появились ряд сложностей, проблем, в виде там каких-то недобросовестных конкурентов. Вот можете рассказать по этому поводу, кто, по вашему мнению, может этому мешать, противиться? Вот, казалось бы, такое благое начинание. Да, вот, по-вашему? Ну, в вашем случае вам будут противиться организаторы пирамид. у вас как раз есть прямые сволочи, которые готовы вас будут похоронить, потому что вы даете людям реальные вещи, защищаете их деньги, а эти деньги уходят из того, чтобы их обмануть. Против вас будут работать так называемые сети гербалаев, которые там продавали, и все продают Китай. Мне показывала женщина вот такую коробочку пластмассовую, и говорит, китайцы говорят, что туда зашито 145 видов трав. Но она совершенно без батарейки, без дырок, без ничего. Эту коробочку надо положить под подушку, лечь, и ты будешь спать очень хорошо. Я говорю, и что вот эти коробочки, как вы? А мы, говорит, ее продаем сейчас по сети. Я говорю, сколько она стоит, коробочка? 5 тысяч рублей. А сколько вы продали? Они говорят, около 2 миллионов. 2 миллиона вот этой чуши, да, эти люди прямые враги ваши. Потому что вы никогда не будете предлагать коробочку закрытую, китайскую, чтобы в нее люди вкладывали 5 тысяч. Ну да. Понимаешь? И поэтому, да, вас ждут неприятности наезда, но я думаю, когда мы запустим государственную программу, поддержанную государством, и я надеюсь, что ваш сайт будет, просто станет номер один, я думаю, что они сами отпадут. Они не смогут ничего сделать, потому что за нами будет народ, и за нами будет общественное мнение. А пакостить очень просто в интернете, вы сами знаете. Написал на вас какую-то статью, разместил, в гугл выдал, не отсортировывая, что там пишут. Это страшная, неприятная вещь. Вот. Я сам про себя иногда читаю там страшные вещи. Есть такие всякие сайты, специально собирающиеся, собирающие грязь и гадости всякие. Я не знаю, как с этим бороться, Сергей, потому что бороться можно только тяжело и постепенно, поступательно, все-таки делая добро. Пытаться доказать, что ты прав, это еще хуже притянет. Я просто знаю многих, допустим, ученых, которых тоже сделали изгоями. Просто конкуренты сделали изгоями, их имя теперь нарицательное, вот аферист паразит, потому что людям всегда, опять в телевизоре, легче поверить тому, что говорят в телевизоре, чем в интернете. Вот, кстати, как мы победим ваших конкурентов. Мы про них будем рассказывать в нашей программе и все, и показывать. Ребята, вот мы получили удар от такой пирамиды. Понимаешь? Ну, вот хотите, идите туда. Эти ребята уже пять раз переименовались, переоткрывали новые счета и теперь пытаются обмануть, продавая китайские коробочки 145 трав. Кто там посчитал? Вкрыть ее нельзя. То есть, это по сути, мы просто... Она не пахнет ничем. На некий рынок, который уже кем-то и используется. Но они используют для них цели, а мы выходим на этот же рынок. Мы говорим, цели вот такие, ребята. Нас тоже будут пытаться уничтожить. Нас будут пытаться уничтожить, знаешь, враги России, например. Безусловно, будут писать. Поэтому я и хочу, чтобы наша программа опиралась на... Ну, вот жюри, которая там будет сидеть, я хочу людей посадить, просто ответственных перед государством, чтобы там сидела Голикова, неважно, какая у него биография, но сейчас она председатель счетной палаты, чтобы там сидел Греф в этом жюри, понимаешь? Например, там велись переговоры с Дворковичем. Это вот государство. Плюс сидели бизнес-люди. Понимаешь, там сидели профессора, доктора, академика. Мы такое хотим сделать. Все претензии к ним, они должны будут ознакомиться предварительно, чем вообще разрешить этому проекту выйти на экран. Мы не хотим никого обмануть, еще раз я говорю, но вот недобросовестных конкурентов будем уничтожать через телевизор. Пусть попробуют, вы запускают свою программу, которая будет называться «Великие пирамиды Российской Федерации», например. И все, которая больше, чем пирамида Хеопса. Отлично.